Уход за гибискусом садовым очень прост и нетрудоемок. Как только на гибискусе появятся молодые зеленые побеги, удалите с него старые засохшие стебли. Регулярно рыхлите грунт вокруг гибискуса, удаляйте сорняки и следите, чтобы куст гибискуса сильно не загущался. В период активной вегетации с июня по сентябрь гибискус нуждается в подкормках с высоким содержанием фосфора и азота два раза в месяц, а осенью, при подготовке растения к зиме, кроме фосфорных, вносят калийные удобрения. К сожалению, цветок гибискуса живет только сутки, но при хорошем уходе растение цветет настолько обильно, что вместо одного цветка тут же раскрывается другой, поэтому не забывайте вовремя удалять увядшие цветки. Уход за гибискусом включает в себя регулярный полив растения, особенно в жаркую пору, но поливать землю под гибискусом нужно только после полного ее высыхания. Если засушливый период затягивается, будьте готовы поливать гибискус ежедневно. Обрезка гибискуса осуществляется в санитарных целях, а также ради придания деревцу или кусту определенной формы. Многие предпочитают выращивать гибискус в форме дерева, но для этого вам понадобится время и терпение. У молодого, только что посаженного растения ветки укорачивают до уровня двух или трех почек, не обрезая только хорошо развитый ствол. В последующие годы в конце зимы обрезайте боковые побеги до одной-двух почек, а стволик – до пяти-шести почек. Когда стволик достигнет необходимой высоты, формируйте из сильных побегов крону деревца, укорачивая их на несколько почек. Удаляйте нижнюю поросль и слегка подрежьте верхушку ствола. Как обрезать гибискус в целях соблюдения гигиены растений? Санитарную обрезку проводят ранней весной, до начала сокодвижения. Старые, больные, недоразвитые и растущие вовнутрь куста побеги удаляют полностью, а прошлогодний прирост укорачивают на треть, что в значительной степени стимулирует закладку новых цветочных почек. Запомните, чем сильнее будет обрезан гибискус, тем больше он даст молодых побегов, а значит, тем обильнее будет его цветение. Омолаживающая стрижка постаревшего куста предполагает удаление всех старых, отмерших веток и укорачивание остальных побегов внутри куста на две трети. Лучше будет обрезать ветки вокруг основного побега на разную высоту – это придаст кусту красивую форму. Если у вас возникла необходимость пересадить гибискус, сделайте это ранней весной, после обрезки побегов на половину длины и до того, как начнется цветение, в том порядке, как уже было описано. Как ухаживать за гибискусом после пересадки? Не забудьте обильно полить растения, а в остальном обходитесь с ним, как было рассказано в предыдущих разделах, и через год она уже зацветет. Если вы пересаживаете гибридный гибискус, одновременно с пересадкой можно осуществить деление корневища гибискуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok